День Победы – великий праздник для всей страны. Сегодня на площади города и у Вечного Огня собралось большое количество сыровчан. Давайте спросим у них, что для них значит праздник День Победы. Для нас это очень серьезный праздник. Мы гордимся подвигом наших дедов, прадедов. Вот я несу портрет своего деда Волкова Ильи Федоровича. Я очень благодарен за то, что он в свое время совершил не один подвиг и принял участие в Великой Отечественной войне. Вот для нас это серьезный праздник, со слезами на глазах, как говорится. Пока сегодня парад шел, я все время плакала, потому что вот этого нашего родственника, он не услышал слова Победы, не увидел. И его мать всю жизнь ждала до последнего вздоха, его ждала, ждала почтальона, что почтальон придет и принесет какую-то весточку. Но она не смогла дождаться, мама. И вот мы, племянницы, я их мама. Каждый год приходим и говорю ему, Ваня, смотри, смотри на День Победы. Для меня этот день значит очень многое. Я хочу, чтобы ни одна фашистская нога не ступала на нашу землю, и чтобы мои внуки росли в мире, в согласии и в доброте. Для нашей семьи это огромный праздник, праздник всех праздников. Это мои деды, вот, к сожалению, оба погибли, оба в марте 45-го года, чуть-чуть не дошли до Победы. А здесь как? Мы не можем здесь не быть. Это наша хоть какая-то маленькая дань памяти, подвигу наших дедов, отцов, кто побег, кто завоевал нам свободу. День Победы для меня, значит, великий наш праздник. Кстати, не только наш, всего, можно сказать, мир, а это мой отец. Он 1908 года рождения, родился в деревне тут, близлежащей, деревне Шахаева, а потом приехал в наш город. Но прежде чем приехать в наш город, он уже, значит, был демобилизован на фронт. Вот. Он был танкистом. Имеет два ордена Красного Знамени. Медаль за победу над Японией, за победу над Германией, за оборону Сталинграда. День Победы – это великий праздник. Я всегда думаю, что как мой отец воевал. У нас даже мы нашли в интернете битву, в которой он принимал участие. Представляете, вот этот… И я смотрела, просто плакала, когда я понимала, что в одном из танков едет мой отец. Ну, это величайший праздник, потому что у нас вот деды, один участвовал, он после войны уже погиб. А этот во время войны в 43-м на миномете работал. Так что это память в первую очередь. День Победы – великий праздник всего нашего русского народа, победа над фашизмом, над всем тем страхом, который людей тогда накрыл в связи с приходом к власти Германской фашистской республики, страны. С кем сегодня идете? Это мой прадед Корнилов Александр Васильевич был призван в ряды советской армии. К сожалению, погиб на войне. Мы его помним, чтим и не забываем. Всегда 9 мая приходим на праздник, День Победы. Спасибо всем тем, кто во время Великой Отечественной войны приближал победу над фашизмом. Участники тех событий, труженики тылы, ветераны, вы наши герои. С Днем Победы!